Уже к концу ноября на сопке солдат, расположенной неподалеку от Каркаролинска, установят первые три ветрогенератора. Об этом сообщает индустриальная Караганда. Также вблизи поселка Карагайлы, готовые приступить к работам, чтобы к нему проложить кабель, сообщает издание, предполагается, что жители именно этого поселка первыми получат чистую энергию ветра. Кроме того, скоро около 100 миллионов тенге необходимо будет потратить на реконструкцию подстанции, которая находится в самом поселке. Также там предстоит заменить опоры освещения и установить дополнительный трансформатор. Ну а для того, чтобы пользоваться всеми, так сказать, благами экологически чистой энергии, энергии ветра, необходимо также создать инфраструктуру вокруг села. И давайте послушаем, как автор рассказывает о том, что же будет сделано в ближайшей местности рядом с поселком, скажем так. В планах компании построится рабочий поселок вдоль дороги Каркаролинский-Гиндебулак. Монопоселок будет состоять из 10 коттеджей по 120 квадратных метров каждый. Там же появится и детский садик на 70 мест. Ну а огни Алатау сообщают, что вдоль трассы Алматы-Талдукурган недавно проверяли объекты придорожного сервиса. Ну, как выяснилось, найти общественные туалеты или пункты питания оказалось не так легко, как в принципе предполагалось. По национальным стандартам, пишет издание, на заправках должны быть указатели о наличии общественного туалета, свободный доступ в него, внутри должна находиться раковина, вода и предметы гигиены. Однако до сих пор на заправках нет ни туалетов, ни умывальников, на многих они не оснащены водопроводом и канализацией. Через месяц говорят, что за несоблюдение всех этих требований начнут штрафовать. Давайте послушаем о том, о чем еще пишет журналист касательно этой темы в своей публикации. Контроль, говорит депутат областного маслехата Жан-Булат Жургенбаев. Ну, а наша газета пишет, что очередь из КамАЗа в зерно образовалась на элеваторе в Костанае из-за забастовки работников. Люди жалуются на то, что им задерживают выплату заработной платы, объясняя это проходящей на предприятии ревизии из-за смены руководства. На территорию элеватора журналисты пишут, они проникли без каких-либо препятствий, даже поговорили с бастующими работниками. Но позже, так как территория частная, их попросили удалиться. Ну, вот комментировать что-либо руководители предприятия, компании этой отказались. Ну, а вот что говорят сами работники элеватора. Давайте послушаем, что удалось журналистам услышать от них. Зарплата должна выдаваться первого числа. Сегодня уже одиннадцатая, рассказала старший лаборант Минслу Курманова. Нам это объясняют под предлогом того, что руководство поменялось. Пока ревизия произойдет, пока посчитают, разные предлоги ищут. Мы, конечно, решили бастовать. Все снимают жилье, у всех кредиты. Нам всем нужны деньги. Ведь ради этого и ходишь на работу, чтобы за свой труд получать заработную плату. И за переработку тоже. Нас десять человек. Три охранника, оператор, три лаборанта, разнорабочий, тракторист, водитель. Посчитаем скоро-скоро и все, весь их ответ. А разве банки или арендодатели будут кого-то ждать? Проценты зачем мне лишние платить? Ну, как решится эта ситуация, журналисты пока не знают. Но пообещали, что будут следить за развитием событий. Но мы тоже постараемся следить вместе с ними. А Петропавловский EZ пишет, что в редакцию мультимедийного портала Петропавловск Ньюз позвонили отчаявшиеся жители села Шаховского. Село находится в 14 километрах от Петропавловска. Всего, казалось бы, на дороге проходит Милогородской субъект. Валки бытовых отходов и находятся в таком состоянии, что даже таксисты отказываются туда ехать. Все эти 14 километров, они, получается, как рассказывают журналисты, едут на протяжении примерно часа. Это очень долго, согласитесь. Но если соглашают таксисты, то увеличивают тариф несколько раз до 6 или 8 тысяч тенге. Это тоже очень долго. Вот как описывают журналисты свою поездку в это село, как они пробирались по этой дороге к жителям села и как вообще там обстоит ситуация. Очень занимательно. Давайте послушаем. В селе, по данным Акимата, Казалжарского района проживает 782 человека. Здесь 265 дворов. Жить можно, говоря сельчане, но с оговоркой, если решить главную проблему с дорогой. Ее давно раскурочил тяжеловесный транспорт. Зерновозы, мусоровозы, камазы. Она не видела капитального ремонта со времен СССР. Редакционная машина двигалась аккуратно и медленно, иногда 5 километров в час. Местные на Нивах и Джипиках объезжают знакомые ямы более уверенно. А вот маршрутная пассажирская «Газель», которая возила жителей Шаховского в Петропавловск и обратно, трижды в день, с середины лета ездить перестала, хотя была крайне востребована и всегда полная. Ну, как пообещали журналистам, дорогу в скором времени отремонтируют. Правда, жители говорят, что эти обещания продолжаются уже не один год и неохотно в них верят. Если честно, я бы тоже уже перестал верить, если бы мне каждый год говорили, что дорогу к моему поселку отремонтируют. Но так ничего бы и не делали. Вот не знаю, как ты, Вера, но у меня складывается не очень хорошее впечатление о руководстве, которое должно всем этим заниматься. Обратите внимание на эту проблему. Марк, спасибо за обзор. Это был Марк Брюшко с обзором пресса, а я расскажу о других событиях в нашей стране через секунду.